добрый день вы наверное удивитесь что я вам такое показываю но коробочка я медленно провожу и можно прочитать то что это распаковка сайта make up украина интернет-магазин такой есть как в россии в украине казалось что он довольно удобный магазин удобно сделано у них приложение организовано очень неплохая доставка ну вернее как сказать неплохая по разному например первую посылочку мне пришлось ее ждать примерно дней 5 или 6 при том что я живу в городе доставка у них вообще полностью бесплатно и несмотря на то что у них небольшое цены на продукцию немножко завышены но я бы сказала может быть на гривну на 2 на 3 недорогое недорогая продукция знаете то что они я уже теперь доверяю то что то что заказываешь она придет прекрасно запакованная очень плотно знаете я так и представила о том что у них стоят огромные рулоны бумаги может быть полтонны или сколько для того чтобы вся продукция приходила потому что запаковывают на самом деле очень шикарно и очень надежно ничего не боится всем советую особенно в украине так что коробочку показали бумажкой пошуршали немножко вам нравятся такие звуки шуршур асмр все что мы будем сейчас рассматривать все является для меня новиночками во первых это конечно же продукция нашей любимой турции что у нас молоде она четыре маленьких брусочка они не стандартные они меньше чем обычно и я пытаюсь понюхать мне пахнет доланом конечно не долан антик запах порошочка но с добавлением какого-то сливочного вкуса как мне кажется то есть сливочный это значит молочный такой сладенький пахнет 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 второй доланчик тоже с веточками с ягодками оливки пахнет 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 Ну так в той упаковке, конечно, оно довольно мягкое, видите, да, оно протыкается. Так, следующий по вам. Роксик, да, ну не Роксик, конечно, а Рокс. Рокс, тоже глицериновый Рокс. Смотрите, какие штампики. Смотрите, оно прозрачное, прямо свет проходит, и оно прям так светится, как будто светится мыло изнутри, да? Смотрите, да, по форме они практически одинаковые, кирпичики такие. Интересно, что именно на этом сайте Makeup Украинском я увидела впервые, что есть, Турция производит мыло Рокси. Рокси. Ух ты, ух ты, какой аромат! Вы знаете, опять нюхала минутку, и у меня уже почти кружится голова от этого аромата. Вы представляете? Запах, конечно же, иной, да? Если здесь всё-таки я поняла, Майя, что здесь, наверное, терпкая какая-то травка, то здесь, наверное, зелёный чай, и в то же время, в то же время какой-то мужской парфюм немножко присутствует. Вот что-то, знаете, парфюмированное какая-то. Интересно, где прям, на самом деле, кружится голова сейчас от этого запаха. Ой, смотрите, какой он мягкий, какая мягкая глицеринка. Звука, конечно, не будет. Что делать? Сушить или таким мягким его порезать? Ну, давайте попробуем, да, Ланчик надрезок тоже, видите, мягкий. Совсем ясенький. Движенький. Так, а ну-ка, наша Диана. Всё, мягкое мыло. Вот этот аромат, конечно, супер. Ай, молочко. Далее. Пододвиньтесь, пожалуйста, Диана, Рокси, Даланчик. Пожалуйста, в сторону. И нас приезжает ещё в один Роксик. Знаете, небольшой недостаток на сайте, то, что бывает не всегда. Видно, какое мыло внутри. Ну, это мыло я знала, что оно беленькое. И так как Роксик этот у меня был впервые, я могу сказать. Поэтому я его просто взяла. Потому что, хотя беленькое не очень удобно снимать, но, и тем не менее, беленькие мыльцы нам тоже нужны. Тем более, что здесь такой штамп. Смотрите, какой. Рокс. Рокс для меня ассоциируется с какой-то собачкой. Не знаю, какая-то собачка. Так, достанем второй бросочек, будем ехать. Ну, мне не очень приятно. Роза. Да, роза есть. Вначале не очень приятный был. Да, действительно здесь роза. Так, ну, ничего. Зайдёт. Штампик красивый. Мыло мягкое, да? Мягкое, мягкое, мягкое. Представляете, кубики на нём будут какие? Получается. Значит, у нас раз на 4 кусочка. На одном мы сделаем кубики красивые. Одно размочим. Одно высушим. А одно покрасим. Всё. Эту дианочку тоже, кстати, мы на ней тоже сделаем. Красивые кубики. И тоже размочим, и тоже покрасим. Хорошо. Ну что, рокси не заканчиваются? Смотрите. Такие рокси стали привозить в Украину. Я не знаю, хорошие или нет, но когда я увидела эту упаковку, я сразу вспомнила о том, что есть у меня. А что есть у меня, я вам покажу сейчас. Или не показать? Или показать сейчас? Не знаю. Я думаю, может быть, после того мыла, что у меня есть, вам не захочется смотреть дальше. Я жчу. Так, ну что, рокси. Видите? Красивую упаковку они сделали. И мыло. Вот она. Как говорит Яночка, что это мыло в форме шкатулок. Шкатулка, видите, да? Как будто это коробочка, тут крышечка. Ничего, неплохие такие кусочки. Но, конечно, резать, наверное, ровно полминуты его. Да, и оно, опять же, тоже, видите, тоже мягкое. Неужели тоже на нем кубики делать на таких... Ммм, как вот мягкое, но не слишком. Смотрите, назад не принимает свою форму. Смотрите, какое. Я думаю, что они очень быстро высохнут. Эти малыши роксики. Очень дешевое мыло. Могу сказать, 19 гривен стоила вся эта упаковка. То есть, я считаю, что это очень... Вообще-то, не что, это копейки. Вот, у меня такие две упаковки. Вот, еще один. Цвета, в общем, те же самые, да? Рожевый, зеленый, желтенькая. Так, роксики. Ой, а здесь, вы видите, какой... Сказала, меткий, но неужели он... Как-то подбитый, подсушенный. Ой, смотрите, а розовый подсушенный. Немножко, да, верхняя часть. А этот розовый получается другой. Так, ну что. А я хотела показать кое-что другое. Почему я обрадовалась, когда я увидела вот эти роксики в этой пачке упаковки на мейкапе? Потому что у меня есть вот такой у меня. Я его тоже приготовила. Я его еще никогда не показывала моим зрителям. Да, это турецкая ретро. Да, Алара. Дату я не обнаружила. Ясно, что турецкая. Сделано в Стамбуле. 300 грамм. По 60 грамм получается брусочек. И... Вот оно. Смотрите. Мои ретрики. Да. Слушайте, да? Как эта статья и как эта. По-другому, да? Ну, давайте мы их сравним. Рокси современные и Алара. Ну, я так предполагаю, что они сделаны на одной фирме-фабрике маловаренной. Вот они такие. Малыши маленькие, такие по 60 грамм. Эти уже можно резать. Я вот думаю, жалко мне или не жалко. Или все-таки держать для моей коллекции. Я все время говорила о том, что у меня нет коллекции. Я не собираю коллекцию. Ну, иногда что-то жалко. Ну, наверное, будем скоро резать вот этих Аларчиков маленьких. Ну, зачем им лежать? Порезать. У нас видео останется, да? А так, видите, какие у меня руки от него. Так, складываем в свой пакетик и будем мечтать о том, как мы его порежем. Ой, подождите, давайте покажу капельку. А? Остановите меня, да? Остановите меня! Это видео не для резки. Это видео распаковка с мейкапа. Современное мыло. Так, ладно. Складываем. Сейчас будем убирать всю эту пылечку и показывать наше современное мыло. Современные Роксики. У меня же еще другие есть Роксики. Вот такие. Будем смотреть. А я вот думаю. Я вот думаю. Может быть, одну упаковку Роксика мне просто отложить? Куда-нибудь, знаете? Нычку сделать для своей внучки. А вдруг она тоже потом станет смрщиком? Правда, у меня внучки пока нет. Только дочки. Но внучки у меня нет. Вот. Вдруг они захотят. Она захочет стать смрщиком. И потом она найдет. И она так обрадуется. Вот как бы я сейчас обрадовалась. Если бы я у своей мамы или у свекрови. Но я искала, не нашла. У свекрови искала. У нее нет мыла. Хотя они живут в частном доме. У них мыла нет. У меня даже муж искал. Ходил в сарай, смотрел. Нету. Так что думаешь? Что думаешь? Может засушить его для внучки? Или не засушить? Хорошо. Ладно. Следующие. Даланчики. Даланчики, которые в магазинах не продаются. А на мейкапе они есть. Мои мыльные подружки уже заказывали это мыло. Я внимательно смотрела за их распаковками. И пыталась определить, что же хочу я. Слушала. Потому что их четыре вида есть. Это ягодный получается. Мятный. Ой. Порезала. Голубенький. И желтый с ромашкой. И желтый с ромашкой есть. Вот. Я выбрала, что я хочу все-таки, наверное, мятный. И ягодный. Давай. Сейчас будем нюхать. Смотрите. Они мягкие. Поэтому мы сейчас посмотрим. И будем делать из них что-то тоже интересное. Так как они мягкие, надо не терять момент. Пока карантин. Никуда не выйдешь. За мягким мылом не пойдешь. А нам же хочется сделать мыло. На мыле нарезать кубики. Хочется сделать коробочки крахмальные. А мягкого мыла нет. И вот я вспоминаю, что у меня же есть нераспакованная. Ух ты. А они не маленькие. Смотрите, какие они. Нераспакованные у меня есть. Видите? Даланчики. И по-моему он мягкий. Прекрасные кубики будут. Прекрасные кубики. Прекрасные розочки. Все. Шикарно. Все. И он пахнет, как ягодный факс. Нет. Немножко не так. Ярче. По-другому. Чем хорошо пахнет. Мне нравится. Мне нравится этот запах. Ягодный, ягодный, ягодный Далан. Так, а теперь вот этот Далан, мятный. Тоже девочки говорили. А ну-ка, раз, два, три. Ух ты. Ну и запах. Пойдет. Пойдет нормальный запах. Ой, хороший. Хороший запах. Так, а я хотела, я хотела, я приготовила дру. Дру с зеленым чаем, чтобы сравнить. Да, Ланчик и Дружку сравнить. Ага, здесь шире полосочки. Здесь полосочки уже. Беленькие полосочки, они немножечко другие. Видите, да, брусочки. Здесь немножко побольше брусочки. А может быть, этот просто у меня подсох. Дружечка, которая уже годик лежит. Она же у меня сухая. Видите? Вот. А Даланчик, конечно, у меня классный. Классный. Будут хорошие кубики на нем. Все, не теряем время. И сегодня делаем кубики и коробочки. И все, что я не хотела. Так, теперь. Теперь. Ягодный Даланчик я хочу сравнить с Экзешкой. Ну, только Экзешка у нас не ягодная, а с ароматом арбуза. Ну, и тем не менее. Смотрите, какие они разные. Совершенно разные, но тоже оба классные. Экзешка у меня лежит с осени. Смотрите, тоже уже подсыхает. Вот. Такие тоже, видите. Даланчик все-таки немножко больше. Наверное, на 5-10 грамм. Всем шикарно. Классно. Будут кубики. Будут в коробочке. Будет размоченная. Все будет здорово. Так. Подавитесь Даланчики и Роксики. Потому что на сцену вияют другие Роксики. Такие малыши, получается, производят малыши. Малыши, малыши. Еще был, по-моему, жасминовый, но я жасмин вообще не люблю. Что у нас тут есть? Рокси с розочкой. Мне понравилось, что форма такая. Ну, у нас, получается, шик производят. Тоже похожие формы, да? Такой ребристый. Ну, а Рокси это же не шик. Поэтому, как мне приобрести нам Рокси? Рокси лавандовый. Смотрите, да? Красивый. Ну, и упаковка сама, да? Красивая. Неплохие, да? Не делают. И мыло само такое. Попробовать можно. Яркие, красивые цвета. Как думаете, сочетается? Мне кажется, что сиреневый и вот такой зеленый, очень сочетающиеся цвета. Я как-то тоже резала и потом делала залипушки из них, из этих двух цветов, что очень хорошо так приятно глазу. Так, ну, вот три наших малыша. Пахнет ли он розой? Не знаю. Пахнет ли он яблочком? Пахнет. Аромат лаванды? Есть. Аромат розы я тоже уловила. Ну, ничего, неплохо, нормально. Давайте посмотрим. В общем, смотрите, я думаю, что он очень быстро будет подсыхать. Поэтому мы наберемся терпения, будем резать и заниматься с тем, что он уже совсем сухой, потому что у меня же ретрики есть. Поэтому, скажи себе, спокойненько лежит. К лету, думаю, подоспеет. Оно свеженькое. Тут написано ноябрь 19-го года. Так, оно отправляется в коробочку для сушки. И у нас еще, конечно, нэнси. Нэнси. Тоже три малыша. И, по-моему, они похожи. Ну что? С чем? С цветами. С какими-то? С какими-то... А написано, что это магнолий и гуарана. Давайте посмотрим. Тоже неплохое оформление, правда? Ну, понятно, что это не минималистическое оформление. Есть более такие сдержанные в упаковке, красивые, классные. Ну, это тоже ничего. О, точно такая же форма. Нэнси. Нэнси. Чем я читала? С магнолий и гуараны. А здесь у нас орхидея и ланки-ланк. Ну, это видно, что орхидея. И я даже не открывала. Оранжевый цвет. Оранжевый цвет, оранжевый цвет. Как думаете, нравится ли мне оранжевый цвет? Нет. Шучу. Нормальный оранжевый цвет. Главное, чтобы он сочетался с чем-то. И был приятный аромат. Так, мыло. Ой, вы знаете, тут на камере, здесь на камере желтый, а у меня оранжевый. Так. Ну, и Нэнси с жасмином. Жасмину я узнаю. И алоэ вера. Алоэ. Алоэ. Ага. Вот смотрите, сверху еще одна упаковка. Значит, оно было... В упаковке было по два брусочка. Это мыло хотела я из-за цвета. А не из-за того, что же с ней только из-за цвета. Ну, что, как пахнет? Не очень. Не очень. Я не знаю, как пахнет Иванг-Иванг. Ну, более-менее спокойно. Ну, гуарона... Гуарона... Гуарана... Гуарана и магналия пахнет лучше всего из-за этого. Все, я больше не буду нюхать эти ароматы. Фильм не хочется. Просто будем любоваться вот на этих малышей... Малышей конфеток. А ну, давайте вот так потасуем. И посмотрим. Посмотрите, да, красота. Красота, красота. Или можно вот так положить. Как-нибудь елочкой. А я, вы знаете, что сейчас вам рассказываю, показываю, а сама чувствую аромат вот этого таланчика. Мятный, такой насыщенный. Он прям сюда идет мне. Ну, что, сделаем принт-скрин. Так, ну, что. В турецке мыло мы разобрались. Все посмотрели, показали. Мыло сухое, не сухое, да? Видите, да? Сухое. Сухое, несмотря на то, что оно не старенькое. Ну, сохнет быстро. И так понятно. Хорошо. Ну, что, в сторону. А сейчас мы будем смотреть еще. Что еще с мейкапа пришло? Ну, могу показать вот такой брусочек. Ну, написано, что это производитель США. Видно, что это детское мыло. Оно как-то стоило. Меня удивило тем, что оно стоило вообще какие-то копейки. Я не помню. Вроде бы 9 гривен или как-то так. Но интересно, да? Картонная упаковочка. Хорошо, да? Внутри еще, правда, целлофановая упаковочка. Ну, и мала, да? Обыкновенная. Необыкновенная. Берет. Обыкновенная. Что она беленькая. А так она, видите, да? Так, похоже, у нас такие факсы есть. Вот с такими поперечными делениями, прожилками. Да, детское мыло. Ух ты, хорошо так пахнет. Чем-то очень и очень чистым. Мне так нравится. Смотрите, упаковочку я буду нюхать. Прямо хочется это мыло положить в мыльницу. И мыть им ручки, чтобы потом ощущать этот аромат. Аромат младенцев, грудничков. Ну, я не знаю. Нет, не младенцев. Младенцы, потому что у них запах все-таки маминого грудного молочка. Вот. А это какой-то вот детской одеждой. Такой хороший. Знаете, немножко есть все-таки парфюмированный. Ну, и такой. Так, следующее. Что у меня еще есть? Так, представляю вашему вниманию. Смотрите, арома. Такая плотная упаковка. Смотрите, как выезжает. Это болгарское мыло. Так как мы находимся недалеко от Евросоюза, то поэтому у нас есть продукция. Как из Польши, так и из Болгарии. Немного. В магазинах нет, но вот в интернет-магазине есть. Смотрите, и упаковка такая яркая. Малина, конечно, сочная. Так прям хочется отведать. Вот. Ну, и это мыло я уже знаю. Я уже его резала несколько раз. Немножко жалко, что оно без штампика. Но это его нисколько не портит. Почему? Потому что оно глицериновое. А глицериновое я очень ценю. Я очень люблю. И хочу, чтобы оно у меня высохло. И я его порезала красиво чешуйками. Нужно набраться терпения. Хотя не знаю. Смотрите. И надо, конечно, ждать. Надо ждать. Надо ждать. Надо ждать, когда оно подсохнет. И у меня с этим заказом не один кусочек, а есть еще один. Это, конечно, прелесть. Я не ожидала, что он будет таким. Есть еще голубой. Но вот на сайте тогда не было. Я бы еще голубой очень хотела. Там аромат я знаю. У них ароматы, да, классные. Прям ягодка, 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 ягодка. Сейчас мы сравним с ягодкой от Даланчика. Это, конечно, другой запах. А это очень нежный. А это яркий. Яркий и более резкий. Тоже неплохой. В общем, ягодка. Так, значит, смотрим зеленую арому. Ой, мне так нравится, как оно выезжает. Знаете, паровозиком таким. Ух. Ну что ж. Вы посмотрите. Вы посмотрите на эту красоту. На эти точечки, на эти крапинки. Это же просто. Ну и классно, что здесь написано все-таки арома. Ой. И вот эти крапинки. Ой, я не могу. Я представляю, как, наверное, хочется еще один. Один мылить, а один все-таки резать. Посмотреть, как это будет выглядеть. Потому что, как бы я такого мыла еще и не видела. Шикарно. Оно еще и недорогая у нас. Я уже забыла. Но вообще нормальные такие доступные цены. Глицеринка. Смотрите, посушенный. Ой, уже прямо сейчас хочется. Но, конечно же, я не буду. Не буду я его резать. Ничего не буду делать. Аромат. Аромат. Опять целую минуту внюхивалась в этот аромат. Ну что, очень-очень-очень нежный аромат зеленого чая. С этим, конечно, не сравнишь. Здесь, конечно, зеленый чай мята. Тут заявлено на него, что тут есть мята и листики мяты есть. Вот. Но я... Есть немножечко, но больше все-таки очень нежный, да. Чаек, мятка. Но все-таки еще мне немножко проступает сладенького почему-то. Как-то вот... Это, конечно, очень насыщенно. Это просто сюда. Как так доносится резко так ух. Но все-таки молодцы арома. Потому что они делают очень, ну, хорошие такие приятные ароматы. И они просто не навязчивые, да. Они не навязчивые, поэтому голова не закружится. От этого у меня, конечно, голова уже закружилась. От того, что я нюхала перед этим. А это, конечно, прекрасный аромат. Так что молодцы производители Болгарии от аромы. Я так вот легко убираю, видите. Убираю. Я думаю, ничего страшного, то что мы вместе тут убираем. Вот. И я вам рассказываю. Ну что ж. Классно, что у меня есть глицериновая арома. Ну и еще я вам покажу. Вы знаете, что в Украину не привозят белорусское мыло? Год я его смотрела. Хотела в местных магазинах, на рынках. Его нет. Его просто нет. Ну, в интернет-магазинах они стали появляться. Белорусское мыло от львов. Конечно же, я о нем слышала много и долго. Слышала. Смотрела, как его мылят, как его режут. Вот. Отзывы девушек, коллег, мыломанок. Ну и там оно есть. Я не скажу. Вот небольшие брусочки, они вообще недорогие. А вот эти в два раза дороже, чем вот обычный брусок. Еще есть дегтярные. Так, ну что, давайте посмотрим, да, с активированным углем. Вот оно. Вот оно. Десятый. Десятый. Сейчас я посмотрю дату, остановлю и посмотрю дату. Надпись на упаковке говорит о том, что оно произведено в октябре 2018 года. Неужели за это время никто его не покупал? Наверное, людям он не нравится. Нравится упаковка? Это пенка. Пенка на мыле. Ой, простите, шершу. Так, ну что, мыло с активированным углем. Отленома. Характерное, да, без штампа, все знают. Уже, получается, где-то третий месяц пошел, как перша посылочка. Я не делала распаковку, все некогда было. Вот, поэтому оно уже подсохло. Такой брусочек. Запах неплохой, кстати. В отличие, по-моему, от корейского с углем. Там, конечно, термоядерный. Ух, такой. А этот ничего, ну, нормальный запах. Даже не знаю, как сказать. Ну и что? Детское успокаивающее с алое и маслом семейного пациента. Посмотрите, какой малыш. Ой, и сразу, видите, идет такой засвет. Посмотрим. Что-то давайте попробуем сделать. О, вот так, наверное, и видно, да, будет? Ой, как сделать так, чтобы было видно. Смотрите, тут получается, да, тут малыш, у него такие ушки. Ну, штампик, конечно, не очень пропечатан, но просто само мыло, как яичко для маленькой, для маленькой ручки. Вот. Так, я немножко прикрыла занавесочку. Пока рассматриваем белое мыло. Ну что, тут заявлено, что это мыло от ноля. От ноля. То есть, получается, для грудничков кто-то пробовал своих деток мыть мылом и тленом? Или нет? Вот, в общем, вот парочка такая. Черныш и беляш. Интересное, да, сочетание? Так, ну и напоследок. Последняя пара кусочков осталась чуть-чуть. Значит, это у меня что уже? Дегтярное от длинном, которое я тоже уже хотела давно, и все никак не получалось у меня его приобрести. Ты же так слышала и видела. И вот оно, наконец-то, у меня есть. Естественно, я, когда получила, я открыла эти упаковки, потому что мне нужно было его посмотреть, посмотреть, потрогать, понюхать. Мыло тоже уже, получается, больше года. Восемнадцатый год. Здесь девятнадцатый год. Ну, в общем, всем знакомые упаковки, которые достаем. Достаем наше мыло. Я не перепутаю, интересно. Здесь это, получается, просто дегтярное мыло с сибирским дегтем. Интересно, с сибирским дегтем. Мыло, которое производит Белоруссия, с сибирским дегтем. У них дегтя нет? Интересно, интересно. Ну, я шучу, конечно. Это не важно. Это просто с сибирским дегтем. А это здесь, получается, с березовым дегтем. С березовым. Не знаю. Так, ну что, смотрим. Вот они немножечко разные по цвету. Сейчас мы откроем занавеску. Надо будет чуть посветлее. Так, ну что, вот она парочка, долгожданная парочка, которую я хотела давным-давно. Ну что, нюхаем? Ух ты! Да, 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 это оно. Нормально, мне нормально. А это? Ой, а это не очень. Ну, есть, конечно, запах дегтя, но дегтя. Я уже говорю, как украинка, дегтя. Надо говорить дегтя. Или не знаю, как. Не знаю, как надо говорить, но вот у меня так получилось сказать дегтя, дегтя, дегать. Да, нет, здесь тоже есть. Но если это нюхать, то это нормально пахнет. Ну что, вот они. Эти полосочки, которые я хотела посмотреть. Вот эти крапинки, вот эти пятнышки. Значит, получается, с березовым оно потемнее, а просто обычное дегтярное оно посветлее. Но я так понимаю, что все равно разные партии. И поэтому, ну, разные могут быть эмильцы. Такие нестандартные какие-то, кривоватые, непонятные. Ну и ладно, скажите, да? Что нам? Нам же надо теперь помылить их. Помылить и почувствовать этот аромат, когда мы мылим дегтярное мыло. Ну вот и все. Вот она наша посылочка с мейкапом. Спасибо, что посмотрели. Потому что, если вы смотрите, слушаете мои эти слова, то, конечно же, вы посмотрели, досмотрели до конца. Мне самой тоже очень интересно всегда смотреть распаковочки, ощущения, впечатления, кто что думает. Вот. Поэтому спасибо, что были со мной. Надеюсь, вам понравилось. Впереди у меня еще будет одна распаковочка. Скажу вам по-маленькому или по-большому секрету. Вот. У меня есть немного ретро-мыла, которое я не показывала. И она так уже хочется резать. Но вначале я давайте покажу. Это будет уже в следующий раз, в следующей распаковке. Будет распаковка ретро. Вот. И все. Всем хорошего дня, хорошего времени, и хорошего вам настроения, несмотря на то, что сейчас идет карантин. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok